здравствуйте уважаемые болельщики наши болельщики молодежной сборной мы снова в новогорске традиционно записываем нашу рубрику ответы на вопросы болельщиков сегодня с гостях алексей татаев наш чешский легионер молодежной сборной лёш привет тебе рад тебя видеть у нас добавить немножко с тобой пообщаемся не все могут болельщики хорошо тебя знают поэтому основная задача наше сегодняшнее интервью немного раскрыть тебя как футболиста рассказать о том как где ты сейчас играешь где бы хотел оказаться как тебе в молодежке мы вообще немножко о тебе расскажем давай начнем наверное самого главного молодежной сборной расскажи как ты узнал о вызове сборную стало для тебя это неожиданностью ли или ты чувствовал что рано или поздно позовут ну мне всегда михаил михайлович говорил коллекционный михайлович говорил что если я буду играть то он будет меня вызывать мы с ним очень давно работаем он знает как я играю ты мне кажется ну я ждал вызова я играл стабильно я ждал вызова как я об этом узнал прихожу домой смотрю смс кого цапе был кто-то фотку скину я уже не помню кто захожу составим ска сборной и увидел свою фамилию очень обрадовался потом через пару дней я еще был когда в раздевалке мне позвонил михаил михайлович поговорили с ним говорит лёша извини но отдохнуть я не получится я сказал ради сборной могу не отдыхать вообще как-то так супер расскажи кого из нынешнего созыва ты хорошо знаешь кого может быть похуже с кем раньше играл с кем дружишь с кем поддерживаешь отношениями смотря на то что играешь в чехии ну мне кажется тут половина сборной с которым мы очень долго уже работаем где-то три года это чалов круговой кучаев обликов максименко адамов вот с этими молочка лугин с этими парнями очень давно уже игра ну и собственно пацаны из краснодара их вообще прекрасно знаю а так в целом пацаны тут вообще прекрасный коллектив шикарный общаться с каждым одно удовольствие тем более мне когда я приезжаю в чехии где люди на русском не разговаривают я сюда приезжаю не только то что сборная но еще для меня это шанс пообщаться с людьми на русском языке со своими друзьями товарищи мне очень приятно расскажи о своем чешском этапе карьеры не часто наши футболисты выбирают чешский чемпионат в качестве возможного пути своего футбольного как ты оказался в чехии и как впечатление тебя чешского футбола ну путь такой потому что был такой период когда в основную команду красстаре я не подходил а фенели уже не хотел оставаться ну сами знаете какой-то чемпионат и там играть это неудовольствие появился вариант в чехии я сразу согласился потому что это европа это шанс проявить себя ты было два пути знаете я поехал туда если бы у меня ничего не получилось если бы я плакал вот у меня не получается меня тренеры ставят не доверяют тогда бы мне кажется крест на карьере другой путь ты приезжаешь и просто накажешь треновки доказываешь работаешь все равно кто что скажет и просто работаешь и все потом со временем тренера начал ставить ну очень приятно и не скажу что было легко было тяжело но что делать это футбол простых путей тут не бывает чемпионат прекрасно я доволен борьба фас мало играют но зато борьбы много бороться я люблю можно сказать что ты уже скажем так уже полноценный игрок чешской лиги скажем так воспользоваться термо акклиматизации вот уже акклиматизировался в чешском чемпионате понимаешь как там что к чему да уже все понимаю уже понимаю как играют некоторые команды понимаю как нужно с кем общаться как с судьями нужно общаться первое время много желтых получал за разговоры даже не за разговора просто за эмоции когда ты забираешь мяч кажется без фола фола если ты реагируешь так и дают желтый потом уже понимаю как надо все делать ну мне кажется на адаптацию мне мне пришло где-то два-три месяца плюс еще там камличенко мой хороший друг если бы не он мне кажется я бы еще полгода адаптировался как бы ты хотел чтобы дальше развивался на футбольный путь сколько у тебя еще договор с молодой как дальше видишь себя с мадой у нас до зимы но у них есть опция с правом выкупа если они захотят меня выкупить это уже будем с краснодаром разговаривать все равно я на данный момент предоближу краснодару решать будут они я что я хочу я хочу играть в хорошей команде я хочу играть вот и все в иерархии чешского футбола место молода какое есть есть топы славе молодого но получается из какой категории середнячки или как называют молодому не все же следят за чешским чемпионатом я согласен в последнее время молода очень хорошо играют и мне кажется она уже выбилась туда ближе к топом конечно топовой команды чешской лиги и не назвать так как сложно соревноваться тоже славе где инвесторы это китайцы и у которых денег просто немерено я не любой футболист чехии выстрелит они берут покупают к себе поэтому надо за счет своего труда за счет правильных сотрудников это генеральный директор президент тренеры помощники за счет этого проходится приходится хорошая работа и мы можем подняться туда ближе к топам цель задачи какие у команды на сезон в лигу европы в европу можно и в лигу чемпионов почему нет как сейчас если я утром с михалыча увиделся и он пошутил так чего лёша как это после говорит третьей лиги в этот сразу в лигу чемпионов прояваться который играл недавно можно сказать год назад ну каково это после катрига в лигу чемпионов прекрасно ты хотел продолжить дальше именно в чехии или хотелось бы может быть попросить все-таки в другом чемпионате или лучше пока закрепил пока закрепился остаться ну я как что у меня есть мотивация мне еще много предстоит в чехе доказать если я не буду чувствовать что я там стопроцентный железобетонный игрок основы то что я опора команды да ну в опору защиты то что я вырос там уже ну дал максимум своим возможностям в чешской лиге то если это не почувствует то уходить никуда не надо нужно сначала там все доказать также у меня было в к2 я вырос нет ну я уже почувствовал что я вырос все не хочу больше вас в этой команде то что я подрос в основы не берут ну пришлось искать другой теперь надо в чехии доказать что я хороший что я чего-то стою в первую очередь для себя а потом уже для остальных а если предположим в конце сезона когда закончится аренда типа звонок из краснодара от галецкого ты нам нужен в основе что ответишь и в чехии будут хотеть тебя оставить это уже буду думать правда конечно крастор я 7 лет там провел там мои родные все друзья сергей николаевич посадительный человек наверно красота это единственная команда куда бы я хотел вернуться в россию потому что еще раз говоря 7 лет закончил там школу в институте там учусь все мои друзья подруги все учителя все там сердце моё в краснодаре правда ну конечно с любовью рассказываешь о коснодаре дай бог так и будет к теме клубного футбола мы чуть позже вернемся сейчас давай немножко мало сборной непростая у нас группа это все говорят и специалисты и футболисты и болельщики ближайший матч у нас против сборной польши предыдущие два поединка мы сыграли со сборной сербии и болгарии твое мнение вообще нашей группе бы не будем говорить о шансах это вроде как не очень принято говорить в принципе что думаешь о соперниках о польше что они знаешь тем более как раз в европе они тебе там тоже близко поляки ну что я не думаю то что нельзя недооценивать ни одного соперника потому что это еще не основные сборные это молодежная сборная это такой возраст когда футболисты хотят себя показать и можно сказать продать подороже чтобы их заметили секционеры клубы и поэтому на молодежном уровне футболисты ну команды молодежных уровней не похожи на основные и тут не важно просто название национальной сборной тут совсем другой футбол нужно анализировать каждого соперника и играть играть на победу на результат ну конечно работать нужно очень много многие специалисты скажу так заочно сравнивать национальную сборную молодежную по принципу что и там и там игроки основ клубов премьер-лиги и лишь уже не только российские вот соответственно как ты думаешь насколько сильна наша нынешняя сборная молодежная ну потому что мы берем ли вратарскую линии краснодар спорта туда я сам по обороны очень очень много ну футболисты премьер-лиги мне кажется это самое сильное за последние годы то что были сборной но это лишь на бумаге нужно на деле это доказывать из эстония тоже наш соперник два раза по 0 4 от команда проиграла как ты вообще относишься к сильным если и не очень сильным командам против кого те легче будет знаешь надо недостроишься на слабых и можешь плохо сыграть она в насилика не надо правильно сказал это самое главное профессионально футболистом управляться в каждом матче если ты на сильных соперников не нужно настраиваться я когда читал интервью в ануче после игр они барси проиграли и он говорил на такие игры не нужно настраивается что-то внутри срабатывает и ты просто играешь автоматически может сказать нужно нравится на слабые команд вот как ты играешь со слабыми командами то есть твой уровень ты ну в еще раз говорю там мы недавно со слави играли не надо было настроить время почти ничего не говорил практически перед игрой ты выходишь у тебя все горит у тебя горит у тебя глаза горят и играешь когда ты выходишь с командами уровня ниже то ты уже должен себя настроить вот это вот это есть твой показатель с кем живешь в новогорске скажи денис адамов человек с которым я практически на каждый сбор как как ребята встретили остальные что говорят какие вопросы задают подкалывают больше всего вопросы были на прошлых сборах когда я летом был все расспрашивали все узнавали что как чехия все рассказал что да как прекрасно я им советую чтобы уезжали в европу как бы пробовали хотя бы попробовать почему нет я знаю сейчас я попробовал если даже у меня что-то не получится но я надеюсь все получится я буду знать что я сделал все чтобы попробовать вот и все про чешское пиво спрашивали спрашивали многие даже постарше люди спрашивали шикарно это чешское пиво просто лучше идем дальше давай тогда клубному футболу тоже вернемся следишь за современными тенденциями за кого в сердце вы имеете из мировых клубов за кого в сердце переживаешь если любимая команда любимый чемпионат в принципе европейский футбол расскажи заказать за кем следишь и за какими турнир ну как-то у меня так сложилось что в детстве посмотрел игру интера там играл златан еврагимович тогда я не знаю просто полюбил этого парня и сказал вот и любимая команда интер я с тех пор за интер просто более но сейчас уже конечно это не то страсть то что было в детстве когда каждую игру смотрел там плакаты дневники у интера сейчас до захожу на мои скорбывает если есть время посмотрю я люблю очень итальянский чемпионат там страсти и там бешеные тренеры бешеные футболисты это просто фанаты супер вчера смотрел дерби интер ювентез я сюда летел в аэропорт знаешь хайлайзе смотрел обидно расстроился да ну все равно не стыдно мне кажется конта интер не стыдно они показывают прекрасный футбол я смотрел с барселона игру это просто что-то нереальное было я давно такого футбола не видел исполнение интера как они выходили из обороны просто какое спокойствие было защитников я давно такого не видел правда криштиану машина он человек ну хороший очень хороший футболист при выборе ли вы лучшего футболиста мира ты за кого лео месси или криштиану или кто-то другой не знаю я не как-то не нравилось никогда выбирать просто каждый год кто-то хорош кто-то показывает себя случай стороны ну по мне больше мне нравится криштиану роналду потому что просто сколько читаешь статьи о нем сколько интервью его читаешь что люди о нем говорят то что человек просто сделал себя из ничего какое не тяжелое было детство как бы за это я склоняю голову перед ним он просто ну великий человек который сделал себя из самых низов на своей позиции у кого из мировых аналогов скажем так за кем следишь не на кого хочешь похоже ну вот скажи так на кого бы ты ориентируешься вот кого ставишь пример может быть вот именно по своей позиции ну да на момент кто играет очень нравится сейчас игра шкринера в интере который годин также рамос ван дейк то их полно просто но больше всех и центральное защитник которого мне нравилось это лусь я играл свое время в интере просто мясорубкой его назвали скала не знаю может быть потому что я смотрел здесь на него хотел быть похожим на него может быть поэтому тоже во мне есть какие-то такой характер который позволяет мне играть в обороне но он просто был непроходимой скалой кстати довольно частой ситуации в россии довольно давно складывается большой дефицит центральных защитников как думаешь почему так происходит именно центральная вот эта позиция у нас всегда мало кадров вот сейчас национал как закончили игношевич братья и у нас мы ищем опять центральных защитников лично мое мнение то что в премьер-лиги в основных командах боятся ставить центральных защитников молодых они есть их очень много тоже фнл там играют русские центральные защитники молодые играют почему нет поставьте дайте человеку 3-4 игры когда покупаете европейца ставить его 3-4 хотя он тоже никакой с русским сравниваешь ну и тоже но вы его ставите и со временем начинает играть мне кажется если дать шанс просто русскому молодому странному защитнику вот девеев играет цск евгениев игра парни парней поставили и все они играют у них пошел почему нет также меня вот младий тренер поставил хотя там тоже молодых мало он меня поставил доверился нормально игра просто нужно чтобы тренер доверился поверил человеку вот и все защитники есть главное их ставить у нас в принципе наверное молодым не очень доверяют есть такая тенденция ну как показывает практика есть в европе уже там 16 не 16 это мало конечно 18-19 лет люди уже там звезды играют прекрасно в топ клубах а у нас только в 20 начинают потягивать костную команду но это уже это не не решать это нужно весь футбол может быть менять но у меня у меня такое мнение то что к молодежи очень как-то плохо относится извините последнее время очень уже чуть-чуть изменилось много молодых играют в основных командах тот же краснодар цска спартак подтягивают прекрасно молодежь это вот это похвально за страну за такие команды то что ведущие клубы и ставят молодых футболистов за это очень рад как тебе нынешний чемпионат россии и конкуренции главное это просто это просто что каждую игру это бывает у меня время посмотреть я смотрю команды бьются вот это первая пятерка да они просто просто сейчас тоже показывает прекрасный футбол ну такие чемпионаты приятно смотреть когда есть борьба наш наша премьер-лига мне кажется вот за последние годы поднялся на уровень теперь главное это показывать еще на европейских чемпионатах как воспитанник краснодара как ты думаешь почему не получилось у команды после фееричной прекрасной победы на спортингом дальше просто но получился про ось по спорту портуда получился провал с олимпиакоса как думаешь почему я не знаю правда если бы если бы я знал ну мне кажется вот одна из причин по которой но это мое мнение то что чуть-чуть скоростей может больше в тех чемпионатах которые играют европейские команды в россии краснодар уважают все знают какая-то команда и уже когда ты ну краснодар выходит с кем-то играть команда чуть в оборону садится краснодар можно спокойно катать а в европе может они просто против краснодар выходят и бегут в прессинг накрывают может это стало причиной я не знаю но ну обидно просто лига чемпионов никогда не было краснодаре все это очень обидно в какой футбол с этим лада играет млада ну знаете такое как сказать раньше были такие тренеры которые запрещали разыгрывать в ворот подальше от ворот не бей беги не выносимо играем нападающего играем за столба такой тренер не любит детские ошибки не любит всякие разыгровки на результат играем вот такой футбол тебе комфортно в такой футбол вообще в какой футбол тебе комфортно играть в футбол футбол он разный но это он все-таки футбол хорошо давай есть есть спартаковский футбол краснодарский футбол тебе вот какой в каком тебе ведь не всего но это же все футбол мне нравится играть просто футбол есть игры когда ты соперника загоняешь и ты получаешь удовольствие ты играешь пас да а есть игра такая когда тебя загоняют и ты получаешь удовольствие ты обороняешь и спасаешь ворота от голов вот это тоже удовольствие расскажи немного вспомнить детство как ты попал в футбол почему в футбол были предпосылки может пойти в другие виды спорта тем более в осетии может быть на первом счету не знаю как порт может не поверите но когда я был маленький папа мне рассказывает тебе было года два-три по телевизору шел футбол ты подбегал как вот так экран смотрел я там сразу понял ты будешь футболист а так отец много раз пытался борьбу меня переманить он сам борец бывший тем более еще в осетии мы росли в осетии там все борцы футбол раньше футбол был не на таком уровне сейчас он поднялся за то что за что я рад поэтому так отец пытался переменить меня борьбу но и не получилось и сейчас мне кажется участвует а как я попал в футбол мы переехали из грузии в ислам в осетию мне было шесть лет то пошел в школу и зашел туда тренер игорь на них юрий сейчас красота и работает в академии и он сказал кто хочет на футбол конечно я и атаку и пришел нас людей повозил их молодых и меня взяли к старшую группу и с тех пор это потом в девять лет я перешел на юность в владе кавказе и в 13 лет попал в академию краснодар ну когда я приехал в краснодар я посмотрел это я вообще я не знаю что такое не существует ну представьте парнишка соседи из маленького городка едет красота вот это академия шикарно какие там условия просто я три месяца честно вам скажу я с академии не выходил я кайфовал с того что было внутри фантастические эмоции расскажешь всегда играл защитником и потому что я помню мы недавно общались косик учаем он рассказал что в детстве играл последний защитником по удивительной причине никогда не догадаешься не за общался или нет почему потому что он дальше всех бил не я играл в опоре до скольки до 11 или 12 лет потом тренер сказал что у меня скорость не прибавилась надо переставить его защиту потом я в краснодаре играл до перехода маду я играл защитником сюжет центральном перешел маду после первой тренировки тренер подошел сказал я вижу к тебе опорник начал ставить в опору я 10 матча так в опоре проиграл сейчас он обратно меня защиту вернул может понял что скорости нет только скорость если нет твоим ощущениям по моим да мне кажется у меня проблема со скорость но головой можно это заменять тебе комфорт нигде защите опору как же ну в опоре комфорде когда ты в барбарселоне играешь ты получаешь все открывается но в ладе комфортнее в защите играть окей давай перейдем к теме скажем так личной жизни расскажи как проводишь свободное время есть ли она у тебя в чехии я понимаю что там хорошие пабы рестораны тем более языковой барьер как вообще в чехии ты проводишь время свободное ну у нас чаще всего бывает 9 часов сбор здесь тренировка ты в 12 свободе но я приезжаю тренируюсь остаюсь всегда но не всегда конечно перед играми за два дня не остаюсь отдыхаю силы коплю а так всегда стоящие дополнительно работаю прихожу домой потом покушаю где-нибудь ну и все дома нахожусь мне кажется вот день там двенадцать часов до 5 часов я на базе остальное дом может выйду прогуляюсь там поужинаю где-нибудь читаю книги в общаюсь с друзьями смотрю футбол если такое имеется какие книги читаешь что из последнего что ты прочитал типа ну это вообще моя тема любимая я готов целый разговаривали легко не очень много чего читаю я никогда не понимал такого вопроса когда знаете люди спрашивают какая твоя любимая книга но это бывает как я понял по своей жизни сколько я не прочитал то что любимая нет я прочитаю сейчас халида хаса нет тысячу сияющих солнца скажу вот моя любимая наслаждение прочитаю били милигана и скажу вот она любимая каждый день знаете но нужно ты читаешь книгу и по настроению сегодня хочу почитать роман о любви завтра хочу о войне пози завтра какой-нибудь триллер хочу прочитать что-то такое ну хорошо давайте да ладно если не любимая книга любимый давай жанр любимый писателя не знаю книга которую ты перечитывал несколько раз про книги все что хочешь расскажи нет то что то что хотел бы перечитать какую-то книгу нет ну любимый писатель наверное на данный момент это вячеслав прах слышали может питере живет ему 26 лет вроде он он пишет такие романы не знаю когда читаешь его книги тебе просто спокойно ты ты не думаешь что что там творится на улице что там верится в городе ты наливаешь себе чашку чая пишешь и читаешь и ты просто он он пишет такие слова то что ты полностью в книге ты персонаж ты герой такой писатель не знаю мне кажется я не знаю таких слов чтобы передать те эмоции которые чувствую при чтении этой книги принеси книгу я возьму тебя почитать кстати с собой у меня теннисные загадочные истории бенджамина баттона бенчик адамов принес мне 11 минут павлу куэлю и про теннис книга я очень хитарян советовал про теннис предыдущие 2 читал про теннис не знаю тоже надо тебя взять попозже поменять у меня там библиотека в чехии там все прочитал лежат кстати недавно прочитал достоевского идет и как пошло не пошло вообще шикарно просто не знаю просто проблема в чем для меня то что когда в школе давали читать я не читал никогда в школе я начал читать там лет 16 ну когда сборную летал перелетах а когда те в школе дают войну и мир прочитают но это невозможно не знаю парнишки которые хотят веселиться играть им на лето когда дают три книги вот эти прочитать война и мир ну я понимаю видео мастер маргарита ну и мне кажется поэтому с возрастом у людей складывается такая ассоциация то что читать книги так как наказание потому что в детстве заставляли им не говорили вот книга хочешь прочитать не хочешь не читай а их просто заставляли читай это надо тебе читать и уже потом со временем мне где-то в голове откладывается что это как наказание я не буду читать меня не заставляли никогда я сам как-то взял книгу прочитал мне понравилось потом еще одну и так понеслось классно хорошо фильмы сериалы что смотришь сериалы сейчас острые козырьки идут что это гангстерский сериал все хотят быть гангстерами но там и гангстеры здесь футболисты футболисты гангстеры так фильмы иногда может зайду что-нибудь посмотрю в кино давно очень в чехии не могу пойти там ческа неинтересно а из последних вот фильмов которые ты смотрел чтобы ты порекомендовал жанры фильмов какие-то нравится комедии триллеры ужасы все все время вестерны смотрю а так по настроению захочу что-нибудь веселое посмотрю веселое пишешь фильмы там комедия триллер и так не знаю советовать ничего никому не буду просто просто нужно взять и посмотреть может одно понравится может другая музыка какая музыка нравится ой давно не слышал новую какую-то музыку а так люблю смотреть там когда голос песни т.н.т. когда новые артисты под еще не знаменитый вот это мне кажется больше всего интересно когда человек выходит на сцену и у него есть что терять потому что он всю жизнь к этому шел и у него час 1 минуты он должен спеть и решится все либо он пойдет дальше либо все как бы вот это мне интересно потому что у людей глаза горят а вот эти тоже сейчас рэперы певцы вот этим на голове всякий бардак вот это я не понимаю ты кстати книги в тишине читаешь или под музыку не в тишине не знаю как под музыку читать лично я не понимаю может включить классику и спокойно кстати я не пробовал попробуй слышал бетховена слушаю иногда кстати бетховена он даже музыка надо особо настроение придает особенно если книга че соответствующие прямо на другое накладывается окей игры фифа контракт во что сейчас молодежь у меня телевизора нету в чехии фифа не играю на айпаде играю battleground пабджей под мобайл ну это я играю чисто потому что это онлайн игра могу с пацанами пообщаться так пацаны заходи там играми общаемся идут и все а если бы я не смог общаться через эту игру с пацанами на сборах как предпочитаешь отдыхать расслабляться отключаться и футбол или смотришь не футбол я смотрю такие российскую премьер-лигу стараюсь не пропускать на сборах ну здесь как чуть здесь отдыхать все свои все прекрасно не знаю тут работаешь и получаешь удовольствие работа такая которая знать не не устаешь от него тебе приятно удовольствия хочется еще то есть кайфуешь от футбола да конечно у меня я не понял когда последний раз выходной был ты как бы я даже не чувствую усталость мне хорошо тем более здесь где бы хотел вот прям большая большая мечта играть в интере раньше да я говорил как-то то что хочу играть топ-клубах но потом когда со временем переосмыслил просто хочу сам для самого себя понять какой у меня максимум чего я стою как знаете как бог даст там опыт играть посмотрю далеко загадываю но тем не менее хотел бы оставаться в футболе всю жизнь то есть условно поиграть там тренировать или там еще какие-то функции выполнять агента ли я не знаю окно мне кажется что футбол так просто не отпустит сами все прекрасно знаете с кем бы я не общался вот друзья постарше которые заканчивают они говорят что футбол не отпускают посмотрим но само собой сначала я захочу отдохнуть после футбола хорошо вот до этого мне еще далеко еще жить и жить что для тебя абсолютное счастье абсолютно счастье кстати много об этом читал все говорят счастье это рядом нужно замечать тут эти мелочь которые вокруг тебя творятся не знаю счастье это как по мне сестра недавно родила сына мой племянник мама папа стали дедушками дедушка и бабушка и вот когда ты просто звонишь по телефону смотришь как они счастливы как они радуются ну вот это счастье про свою личную жизнь расскажи есть ли спутница нет ли поклонницы ли нету такого что у меня там меня в инстаграме нету да нету такого что телефон заваливается там волк татаев футболист нет меня практически никто не знает спутницы тоже нету потому что я знал что я веду в европу и как бы шутка такая со своим багажом нету спутницы я как бы сейчас я не смогу себя давать просто два дела потому что если ты делаешь предложение девушки или твои в отношениях ты должен уделять время время внимание как я знаю себя прихожу стренировки уставший я не захочу выходить куда-то она даже с ней погулять что-то сделать я просто не готов пока к этому хочу полностью в футболе пока быть ну то есть в Чехии своеобразный такой лотерейный билет что ли как раз ты можешь спокойно играть и не отвлекаться ни на что вот это идеальный вариант самый потому что в красаве всегда были вещи которые отвлекали я только приехав в чехию до побыв там два-три месяца понял это то что в красторе ну у меня уже такой образ жизни был то что я не мог развиваться наверное это моя ошибка что-то я не так сделал в какой-то момент а вот в чехии приехав мне появился шансе заново построить там думать о футболе дорабатывать еще работать ну ничего тебя не отвлекает у тебя одни мысли только в футболе но семья когда хотелось бы уже задуматься о семье или это пока настолько далекая история что даже не даже не думаю как бы ну семя это такое такое дело то что мои родители почти 30 лет вместе и я не хочу делать предложение девушки да я бы мог сейчас конечно сделать есть подруги так которых я очень уважаю я мог бы сделать найти девушка пообщаться по встрече полгода сделать предложение но я хочу чтобы это был такой человек которого знаете с которым я захочу разговаривать через три сорок лет это нужно время чтобы к этому прийти я еще не готов всерьез и надолго на всю жизнь да ну я понимаю что я сам еще не готов я еще сыроват и там так в мир абсолютно какая у тебя жизненная цель чтобы ты хотел быть классным футболистами или футболистом быть отличным но и главная семья например что для тебя все-таки на первом месте семья всегда на первом месте чтобы не было даже вот у меня бывали тяжелые времена и понимаю что семья друзья они себя тебя поддерживают им плевать кто ты какое у тебя звание они тебя все поддерживают футбол это эта игра нельзя забывать как бы всякое в футболе бывает ты можешь травму получить много таких ситуаций ты можешь уйти со спорта там ты не знаешь что будет завтра но семья она тебя никогда не бросит она всегда с тобой семья это главное класс у нас гостях был алексей татарик лёш спасибо тебе большое за увлекательную беседу друзья у нас был в гостях защитник сборной молодежной сборной сельсии татаев спасибо вам за внимание пишите звоните задавать бы вопросы другим нашим футболистам спасибо